Впервые на Олимпийских играх. Слоуп стайл. По-другому полоса препятствий для сноубордистов. Перила, трубы, боксы и пирамиды. Это так называемые джиббинговые фигуры. Плюс трамплины. Должно быть не меньше четырех препятствий. На Олимпийской трассе в Сочи, длина которой 635 метров, их будет гораздо больше. Шесть секций. Три из них с джиббинговыми фигурами и три с трамплинами. Но что интересно, райдер совершенно не обязан проходить все перила или все трамплины. Он может пропустить одно препятствие, чтобы набрать скорость и совершить более сложный трюк на другой фигуре. Ведь главное в флоуп стайле – поразить судей трюками. Но некоторые правила все-таки есть. Первое. Выступление должно длиться не меньше 20 секунд. Дольше можно. Второе. Непременный элемент любого трюка – это греб. Смотрите. Спортсмен захватывает доску одной или двумя руками и удерживает ее в полете. Чем дольше, тем выше оценки. В трюк можно войти лицом, но больше баллов получаешь, если входишь спиной. Вот так. Но основной трюк в слоуп стайле – прыжок с трамплина. Самый сложный – трипл-корк, то есть тройное сальто. Смотрите. Райдер не раз меняет положение тела в пространстве. Делать так умеют лишь единицы и получают за трипл-корк наибольшее количество очков. В итоге судьи оценивают сложность каждого трюка, его амплитуду и выполнение, включая взлет и приземление. Ошибки, падения – за это тут не штрафуют, просто не дают высоких оценок. И даже если спортсмен серьезно упал и не может выступать дальше, судьи спокойно оценят тот участок, который он успел пройти.